На 101FM программа «Особое мнение» меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня сидит вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Михаил, добрый день! Добрый день! Я напомню вначале, как можно с нами связаться. Это Twitter, либо вызван 43, либо мой Twitter, можно писать. Мы в процессе программы обычно стараемся озвучивать ваши вопросы. Кроме того, на сайте eho-kirva.ru есть ссылка на онлайн-аудиотрансляцию и видеотрансляцию. Вы можете нас там смотреть. Также нашим спикерам можно задавать вопросы на сайте eho-kirva.ru в разделе «Анонсы». Я сейчас проверю, воспользовался ли кто-нибудь этой возможностью. Нет, Михаил, у ваших слушателей нет вопросов, зато есть вопросы у меня. Я рад этому, что они есть у вас. Надеюсь, что появятся у слушателей в процессе. Я предлагаю начать с молодежной политики, потому что в последнее время вы об этом очень много писали в своих блогах. И вот недавно был блог с говорящим названием «Контрольный выстрел в молодежку». Я хотела попросить вас вначале рассказать предысторию и уточнить, что же станет тем самым контрольным выстрелом. Давайте на самом деле с предысторией, тогда уже совсем с большой предысторией. Потому что последние 20 с лишним лет наше государство живет без определения на федеральном уровне понятия, что такое есть молодежь, что такое есть молодежная политика. И, собственно, в чем существует на сегодняшний момент государственное видение, государственный заказ на работу с молодежью. То есть я говорю о том, что нет федерального закона. Хорошо или это плохо, ну, там, выскажу свою точку зрения, да, что я считаю, что отсутствие федеральных законов для региона благо, потому что есть возможность, не дожидаясь, там, федеральных установок, федеральных позиций, сформулировать свое государственное задание на работу с молодежью. И, там, Кировская область в этой связи, ну, можно сказать, там, чуть, может быть, впереди нескольких ряда других регионов, в которых, там, молодежная политика уже, скажем так, растворилась в образовании, в культуре, в различных других направлениях. У нас есть ряд своих законов, есть основной закон государственной молодежной политики в Кировской области, есть госпрограмма, есть структура, которая самостоятельно, да, то есть не соединена, там, опять же, ни с образованием, ни с культурой, ни с спортом, ни с кем-либо еще. И сеть, скажем так, инфраструктурных организаций и проектов, которые формируют в целом условия для реализации молодежной политики. Первое, звоночки, и, наверное, почему много внимания я уделяю молодежной политике в своих размышлениях, связаны с тем, что на сегодняшний момент я вижу, как среда в Кировской области, да, там, среда, имеется в виду, это и нормативная база, это содержательная база, это инфраструктурные элементы, начинают рассыпаться. Там, понятно, что это началось не вчера, понятно, что этому предшествовал достаточный период времени, когда, ну, у руководителей органов по делу молодежи были, там, возможно, другие интересы, оттуда не связанные с молодежной политикой, вот, но в конечном итоге на сегодня мы наблюдаем, что у нас происходит достаточно серьезное отслоение, предположим, общественной составляющей от молодежной политики, то есть активность общественных организаций снижается, многие проекты, которые в свое время были признаны успешными и, там, известными как на региональном, так и на российском уровне, там, перестают быть поддержанными, и в результате в настоящее время там тоже решается вопрос, что с ними будет дальше. А давайте конкретно, какие проекты? Ну, вот на сегодняшний момент, там, ну, я считаю, что в качестве, там, одного из таких примеров я бы назвал, там, международный, межрегиональный фестиваль Ее Величество Семья и, опять же, межрегиональный был период, когда он, там, даже на международный посягал лагерь, экономический лагерь, Атавиатский экономический лагерь, да, то есть это проекты, которые формировали некое лицо молодежной политики Кировской области, на сегодняшний момент, по крайней мере, по имеющейся информации и заверениям, там, в 15-м году эти проекты поддерживаться не будут, то есть на уровне, опять же, там, управления по делам молодежи. При том, что организаторы этих проектов, это те структуры, которые с 95-го года вместе с, там, комитетом и управлением по делам молодежи, собственно, формировали всю молодежную политику, то есть это организации, где учредителями выступал комитет по делам молодежи и достаточно длительный период времени, вплоть до середины нулевых годов, управление по делам молодежи называли эти организации своими, там, подведомственными фактически, на сегодняшний момент от их услуг отказываются. При всем при этом, там, я поддерживал и поддерживаю идею о том, что нужно развивать конкуренцию, что, там, не нужно ограничиться двумя-тремя организациями, а необходимо развивать сеть этих проектов и сеть этих организаций. Но, к сожалению, вот этой работой не ведется, то есть сеть не формируется, а сотрудничество с постоянными эффективными партнерами, оно разрушается. И вот, как бы так, все вот это еще и усугубилось еще одним событием, это инициатива Самарской губернерской думы под названием «Законопроект о молодежной политике в Российской Федерации». Здесь тоже своя есть предыстория. Честно, я не, там, особо не лез в то, как этот законопроект родился, хотя, если почитать его там содержание, у меня складывается впечатление, что данный законопроект разработан кем-то наподобие, там, Самарской молодежного парламента, который потом был передан в Думу, в законодательный орган, и каким-то образом пошел согласование принятия там. А уже после этого встал вопрос о том, что что-то с этим надо делать. Вроде как законопроект принят Думы, но все понимают, что он никакой. А что в нем не так? Что в нем не так? На самом деле, так в нем только одно название. Вот выскажу, опять же, это моя позиция, да, то есть закон о молодежной политике Российской Федерации. Мне импонирует в названии то, что, то, о чем мы давно говорили, молодежная политика, это у нас не только государственная политика, но и политика общественного, да, то есть, непосредственно общественных организаций, самой молодежи, это всевозможных молодежных, студенческих, детских объединений. Вот, и поэтому молодежную политику правильно рассматривать не только с позиции, там, государственной, но и с позиции общественной. И отсюда, соответственно, общее название молодежная политика. Все, что в законопроекте предлагается дальше, это на самом деле, ну, я вот вчера на комитете об этом заявил, еще раз повторю эту мысль, это уровень отдельного мероприятия какого-нибудь молодежного парламента. То есть, в чем суть? Суть законопроекта сводится в том, что в нем прописывается механизм, как молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, занимаясь проектной деятельностью, в конечном итоге своей активностью занимают чиновничьи места. Вот, собственно, весь законопроект. Ну, то есть, такой своеобразный кадровый резерв. Это не кадровый резерв, потому что в конечном итоге законопроект прописывает гарантии приема на работу. То есть, завершает даже... Подождите, в законопроекте о молодежной политике прописаны гарантии приема на работу этих активистов. Да. То есть, в госучреждения, как там написано еще, в партийной списке для прохождения в законодательные органы и так далее. То есть, вот, собственно, отсюда дальше уже можно размышлять. Я думаю, что даже там вы, как человек, который там непостоянно интересуется вопросами молодежной политики, но является молодым, по сути, да, там прекрасно понимаете, что там, ну, такой законопроект на уровне России убьет, в принципе, все остальное. А если я не хочу работать в госорганах? Если вы не хотите, да, там, если там у вас молодая семья, которая требует поддержки, если вы талантливый ученый, если вы относитесь к категории людей с ограниченными возможностями, если вы работающая, или сельская молодежь, то есть, а где вы? Если вы предприниматель, этого в законе нет. И когда сейчас звучит реплика о том, что, там, давайте мы этот закон поддержим в качестве основы, а дальше будем его дорабатывать, то, в принципе, вот я еще раз повторю мысль, что кроме названия из этого закона я бы ничего не взял. Вот, все. А, там, вот саму модель подготовки молодых будущих чиновников и депутатов я бы отдал в качестве проекта, там, молодежному парламенту для того, чтобы они, там, позанимались, поигрались с этой темой. — Михаил, в вашем блоге про контрольный выстрел в молодежку вы пишете о том, что спикеру ЗС Управления по делам молодежи поменяли точку зрения за последние несколько месяцев, и теперь тоже собираются этот закон поддержать. Вот в связи с чем, по вашему мнению, произошла такая смена позиции? — Ну, вот этот законопроект, он, на самом деле, поступил к нам, в законодательное собрание, еще, если мне не изменяет память, где-то в начале осени прошлого года. И тогда уже, там, по поручению председателя, у меня была подготовлена, там, служебная записка, где я аргументировал, почему этот законопроект не может быть, там, поддержан, в том числе с указанием, вот, всевозможных позиций, там, как правового характера, то есть имеется в виду по оформлению документов, так и содержательного. То есть, к моему удивлению, следующим этапом неожиданно стало вынесение данного законопроекта спикером на совет законодательного собрания. Совет не поддержал. Ну, как бы так, я тоже, опять же, в очередной раз подумал, что все успокоится. Нет, после этого еще два раза спикер пытался нанести данный законопроект, уже на комитет, на социальный комитет, и оба раза комитет не поддержал данный законопроект. А вчерашний социальный комитет поддержал? Вот, сейчас мы идем к этому, да. Соответственно, при вынесении законопроекта на социальный комитет запрашивалось мнение Управления по делам молодежи, которое в двух словах сводилось к тому, что, как бы так, федеральный проект, возможно, и нужен, но, там, не такого плана. Ну, вот, собственно, вот такое заключение, и, там, позиция, она достаточно понятна. Что произошло за новогодние праздники, сейчас судить достаточно тяжело, потому что не увеличилось ни количество регионов, которые поддержали законопроект, не учтены были никакие поправки, которые давали регионы по поводу изменения данного, там, документа. Вот, но вопрос вновь актуализировался с тем, что Самарская дума внесла этот законопроект в Государственную думу, и, прежде чем он, там, попадет на рассмотрение, он должен, вот, соответственно, получить, в том числе, поддержку региона. То есть, процесс активизировался. И сегодня я отмечаю, что Управление по делам молодежи уже, как говорится, затаилось с точки зрения своей оценки данного законопроекта. Если судить по... Мы обсуждали этот вопрос и с заместителем губернатора Стан Санычем Горецких, он сказал, что, в принципе, там, правительство готово поддержать данный законопроект. При всем при этом он тоже признает, что, там, этот законопроект, ну, никакой. Да? Вот. Управление по делам молодежи молчит. Соответственно, когда вчера вопрос рассматривался на комитете, ну, при подготовке этого комитета со стороны спикера звучало обещание, что там будет представлено заключение правительства Кировской области, заключение управления по делам молодежи, этого не было. Также не было заключения и нашего правового управления. У меня есть заключение, которое было на первых двух социальных комитетах, которое тоже я бы отнес в категории отрицательных. В результате вчера на комитете был вынесен вопрос, ну, с точки зрения того, что, вот, есть такая инициатива, давайте все-таки ее поддержим. Ну, там в поддержку выступил и наш молодежный парламент, который, на мой взгляд, тоже достаточно непрофессионально отнесся к работе с данным документом. Вот. После этого выступил я, и комитет единогласно не поддержал данный законопроект. Вот. Ну, насколько я знаю, сейчас ведется серьезная работа в одной из крупнейших фракций нашего законодательного собрания, и могу предположить, что завтра на пленарном заседании члены этой фракции, включая тех, кто на комитете не поддерживал данный законопроект, проголосуют по-другому. Михаил, вот вы в вашем рассказе упомянули управление по делам молодежи, вы упомянули правительство Кировской области, вы упомянули спикера ОЗС. Вы видите в этом всем какой-то злой умысел? Знаете, вот, как бы так сказать, чтобы не обидеть людей, я это непосредственно в своем блоге называл. У вас был гораздо более остро написан. Эпизодический подход к теме, да, то есть, людей, которые молодежной политикой занимаются с момента ее возникновения, с конца 90-х годов, и рассматривают вопросы в динамике, вопросов относительно отношения к данному законопроекту нет. Все они считают, что такой законопроект поддерживать нельзя. Тем более, что буквально там в конце года принята федеральная стратегия, ее уже приняли, концепция реализации молодежной политики на территории Российской Федерации. Авторы вот этого законопроекта даже не соизволили соотнести свою идею с той концепцией, которая уже утверждена правительством Российской Федерации. Отсюда, соответственно, происходит несостыковка. И я вижу проблему как раз вот в таком эпизодическом подходе к молодежной политике. В свое время из-за этого подхода полтора года назад не поддержали мое предложение о том, чтобы молодежный парламент передать в Управление по делам молодежи. Как следствие, сегодня на самом деле грустно отмечать, что молодежный парламент находится в еще более худшем положении, чем это было до. То есть проблемы неявки на пленарные заседания, это уже, как говорится, никто не обсуждает. Но там качество работоспособности и там результата, и продукта, который выдается, вообще никакое. Вот я вас слушаю, Михаил, и у меня, знаете, возникает такое впечатление, как будто я прямо вижу себе эту картинку, что вы ходите к спикеру УЗС, вы ходите к начальнику Управления по делам молодежи, вы идете к Александру Александровичу Галицких, объясняете им все это же самое, и вас никто не слышит. Ну вот в этом, наверное, и заключается суть политики. Это так и есть? Я в данном случае хожу как человек, который болеет темой. Но заниматься политическими вещами на этой теме я, честно, не хочу, потому что заниматься торгами, я в свое время... Что вы имеете в виду под фразой «заниматься торгами»? Ну, имеется в виду, что я считаю, что пробивание со стороны спикера данной темы обусловлено какими-то, может быть, обещаниями или какими-то обязательствами, которые он взял перед собой на уровне, не знаю, Совета законодателей Приволжского округа. Потому что другой мотивации я не вижу. Это действительно ситуация, когда человек не хочет слышать здравых мыслей, которые идут не только с моей стороны. Еще раз говорю, и правовое управление дало свое заключение. И то, что три раза этот документ прокатывали в том числе представители Единой России, и они не поддерживают этот документ. Но вот это упорство, оно не обусловлено ничем, кроме какими-то, еще раз повторю, обязательствами, которые есть у спикера. — А вы с другими депутатами, ну, так скажем, в кулуарах обсуждаете этот законопроект? — Ну, это как раз тоже... — Или других депутатов тоже не интересует молодежная политика? — Одна из тем, мы обсуждали эту тему с Митом Михайловичем Русским, человеком, который в рамках законодательного собрания темой молодежной политики занимается тоже достаточно стабильно. А с многими другими депутатами обсуждать тяжело, потому что это, опять же, эпизодический подход. То есть, как бы так, сформулировать на уровне, что «ребята, поддержите!» Я думаю, что в этом ничего сложного нет. Я хочу и стремлюсь все-таки создать ситуацию, когда люди будут задумываться. Задумываться над тем, что предлагается, что происходит и так далее. То есть, в рамках вчерашнего комитета, не знаю, насколько там получилось у меня, но я попытался именно обратить внимание на то, чтобы люди задумывались, что принимая такое решение с политической или партийной точки зрения, мы решаем возможности сельской молодежи, молодых предпринимателей, молодые семьи на получение мер государственной поддержки. И это я обращался к депутатам, которые представляют в том числе сельские территории. И завтра я буду тоже об этом же говорить, что каждый, кто проголосует за этот законопроект, должен будет потом задумываться, что сельское население, люди, работающие на их предприятиях или в их колхозах, молодые, окажутся без, вне, условно говоря, этого закона, и, соответственно, окажутся вне работы данной категории. Если, как говорится, все-таки перевес пойдет в сторону партийной дисциплины и политических амбиций, то тогда этот законопроект завтра будет поддержан. Михаил, а напомните, сколько в УЗС членов от партии большинства? Ну, по официальной информации, 27. Это, условно говоря... Это меньшая половина. Это не считая тех, кто в настоящее время... В местах не столь отдаленных? Да. Ну, вот опять же вопрос будет решаться, почему меньше. Но это же ведь всего сколько у нас? 53. 53. По навязку у нас выборы... 52 даже. То есть у нас еще... А, ну, 53. По навязку у нас выборы еще не прошли. Ну, 27 в партии большинства и 53. Итогом, это незначительный перевес партии большинства. Этот перевес вполне достаточен для того, чтобы, собственно, один прошатнувшийся, да, там, из рядов оппозиционных партий может уже создать большинство. Хорошо, Михаил, а вот смотрите, вы в самом начале сказали, что законопроект о молодежной политике в Российской Федерации это разработка ваших самарских коллег, которые они потом внесли в Государственную Думу. Вот скажите мне, что мешало, например, вам, как депутату от Кировской области, который интересуется политикой, сделать свой законопроект и внести его в Госдуму? Ну, я тоже уже об этом говорил. Там, в настоящий момент, я придерживаюсь позиции, что нам федеральный закон не нужен. Вот, ну, нужно понимать, что, предположим, там, в советское время, чем было обусловлено, самое главное, национальной идеей. И, там, работа с молодежью, она выстраивалась в рамках национальной идеи. На сегодняшний момент национальной идеи нет. Для чего нужен, мог бы быть нужен федеральный закон? Это лишь для того, чтобы иметь возможность претендовать на какое-то федеральное финансирование. Но, там, мы понимаем, что, там, федеральное финансирование на молодежь, там, никто не рассматривает. Не случайно все законопроекты... Подождите, есть программы «Ты предприниматель» с федеральным финансированием? Вот, еще раз, на уровне законодательном, да, то есть, я сейчас не говорю о проектах, да, то есть, потому что, там, мы с вами можем вспомнить и много других проектов, и «Селигеры», и так далее, да, но это не системный подход, это отдельные локальные проекты, которые финансируются, там, через федеральный бюджет. Я же говорю, в целом, о финансировании, там, работы с молодежью с федерального уровня. Поэтому, пока нет готовности федералов, там, финансировать закон о молодежной политике, смысла в федеральном законе нет. Плюс, там, я считаю, что, вот, за 20 лет, покуда его нет, этого закона, там, за 20 лишних лет, мы не до конца исчерпали возможности нашего регионального, там, законодательства с точки зрения молодежной политики. Давайте мы реализуем молодежную политику в отдельно взятом регионе Кировской области, с учетом тех интересов, которые есть в Кировской области. Это поддержать сельскую молодежь, это поддержать работающую молодежь, это поддержать демографию, молодые семьи. Вот, когда мы все это сделаем, исчерпаем, и у нас действительно будет, там, постоянно молодить население, там, у нас, там, демографический показатель будет расти, у нас молодежь не будет уезжать, а будет работать, там, на наших предприятиях. Вот, исчерпав эти возможности, мы дальше уже будем говорить, окей, там, в рамках локального региона мы это сделали, давайте теперь посмотрим, что нам государство еще с федерального уровня готово, какие задачи сформулировать, и будем решать их. Ну, вот знаете, Михаил, мне просто кажется как-то странно, да, вы, с одной стороны, говорите, что вы ведете такую просветительскую работу, там, с депутатами ОЗС, с управлением по делам молодежи, с вашим спикером, объясняете им, как должна строиться молодежная политика, но, с другой стороны, вы считаете, что федеральный закон о ней не нужен. Не нужен, абсолютно. Еще раз говорю, да, то есть, мы говорим о, там, правом потенциале, нормативном потенциале. Вот на сегодняшний момент ресурсов в нашем регионе для успешной реализации молодежной политики больше, чем то, что мы можем получить, если это будет федеральный закон. Потому что федеральный закон, он регламентирует и приоритетность, и понимание того, кто является целевой группой, и формы поддержки, и в результате, грубо говоря, он свяжет нас по рукам. Сегодня у нас руки развязаны, вот, нужно идти по этому пути. Когда вы говорите «руки развязаны», вы имеете в виду, что в рамках молодежной политики, например, вы можете, там, что-то сделать для этих, для тех, для тех. Мы можем определять сами приоритеты, мы можем определять формы, мы можем определять, как будет распределяться финансирование на ту или иную, там, направление молодежной политики. То есть, это мы можем делать сами. Понимая, там, естественно, не просто так, а понимая результат, к которому мы идем. На сегодняшний момент, и это уже, опять же, возвращаясь к первому вопросу, да, я, честно говоря, там, не совсем понимаю, как мы получим и будем оценивать результаты реализации госпрограммы. Потому что, там, то, что вот сейчас происходит, говорит о том, что, скорее всего, мы не сможем получить качественных результатов от той работы. Количественно я их не трогаю. Там, там, охват молодежи и так далее. Это показатели, которые, на мой взгляд, могут говорить только о том, как освоены деньги, а не о том, как проведена работа. И непосредственно руководителю управления ни раз, и ни два, и ни пять на это было обозначено как депутатским корпусом, когда заслушали информацию, так и членами общественной палаты, когда проходило пленарное заседание и комиссии, посвященное вопросам молодежной политики, что нам необходимо увидеть те качественные изменения, которые будут получены в результате реализации комплекса мероприятий. Пока что мы не понимаем, о каких показателях идет речь. Вот я предлагаю Михаилу про Кировское управление по делам молодежи поговорить во второй части программы, потому что настало время нам прерваться на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикер ОЗС. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM. Да, это программа «Особое мнение». Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что в гостях сегодня вице-спикер ОЗС Михаил Курашин, который, видимо, немного болеет. Есть немного. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Михаил, я хотела бы во второй части программы поговорить с вами непосредственно про кировскую молодежную политику, о которой вы также очень много пишете. Я хочу начать с вашей цитаты, также из вашего блога. Вот цитирую. «Ужасает позиция главного молодежного государственного органа Управления по делам молодежи. Я уже не раз обращала внимание, что реализация областной молодежной политики сегодня имеет нехорошие тенденции, когда вновь происходит сужение инфраструктуры». Вот объясните мне, пожалуйста, что такое сужение инфраструктуры, что вы под этим понимаете? Я уже в первой части об этом говорил. Может быть, сейчас чуть-чуть развить тему, да? Да, давайте разобьем, потому что вначале вы кратко все же сказали. Вот буквально в моем видении, лет 10 назад областная молодежная политика потеряла район. То есть какая-либо работа с районными отделами специалистами по делам молодежи в рамках единой системы и в рамках единой программы и единого закона молодежной политики не осуществляется. То есть есть семинары, есть там отдельные какие-то встречи, есть даже, скажу так, поддержка отдельных мероприятий, но все это носит абсолютно несистемный характер, это раз. Во-вторых, результативность, качество этих контактов, качество этого взаимодействия, оно оставляет желать лучше. В свое время, буквально в конце прошлого года, совместно с общественной палатой мы выходили с инициативой, о том, чтобы передать полномочия от муниципалитетов по реализации молодежной политики на областной уровень. То есть, условно говоря, закольцевать всех муниципальных специалистов на уровень областного управления по делам молодежи. Нас, к сожалению, не услышали. Вот это была бы возможность как раз вернуть некую систему взаимодействия. Но мало того, что потеряв районы, на сегодняшний момент, вот тот пример, который я привел, по партнерам, которые там уже 20 лет сотрудничают и фактически создавали эту молодежную политику, происходит вот этот процесс, не хочу сказать грубого слова уничтожения, наверное, такого прекращения постоянных контактов. Это связано и не только с двумя организациями, такими как бизнес-оккубатор и ценно-социально-психологической помощи. Сюда бы я, наверное, включил и ситуацию, которая произошла по программе «Ты предприниматель», когда отказались от партнерства, от взаимодействия с Вятской торгово-промышленной палатой, это Ликировская область, это достаточно серьезная структура партнерская, и партнерство с этой структурой, оно позволяет решать много задач. Вот это все как раз приводит к тому, что у нас уходят якоря инфраструктурные, и на их место никто не занимает. То есть как бы так... Ну а дворец молодежи? Дворец молодежи на сегодняшний момент, в том числе и для меня, остается все еще идеей. То есть это не организация, это некая идея. То есть опять же там в проектном подходе это уровень еще формулирования идеи. Да, там пришли ребята, много энергетики, много креатива, мало управляемости. Какие-то мероприятия они начали проводить, при всем при этом сформулировали, на мой взгляд, неплохие идеи с точки зрения развития проектных вещей. Ну, собственно, на этом все и закончилось. Последним всплеском была ситуация, с центром «Семья», когда попытка обосновать свое желание работать на базе центра «Семья», усугубившаяся тем, что на данное мероприятие Дворца молодежи, непредседателем управления не подготовились, привела к достаточно серьезному скандалу, который, я все-таки думаю, что будет иметь последствия. И очень надеюсь, что та результивная часть, которая была сформулирована по итогам этих общественных обсуждений, а именно не предпринимать никаких активных действий, связанных с передачей Дворца в 2015 году, она все-таки будет услышана. Вы сейчас говорите о том, что специально-культурный центр «Семья», который находится на Филейке, на площади Авитоэка, собираются передать, как это правильно выразится, в управление Дворцу молодежи. Сделать структурным подразделением Дворца молодежи. В СКЦ «Семья» есть свои коллективы, есть свои преподаватели, есть дети, которые туда ходят заниматься, в общем, есть своя жизнь. Есть своя экономика. Вот об этом, кстати, тоже многие почему-то не говорят, а это достаточно важно. То есть как учреждение культуры, СКЦ «Семья» имеет позитивный, тиражируемый пример того, как современное учреждение культуры может развиваться. То есть оно себя окупает. Мало того, что окупает. При государственном задании в 900 тысяч собственная доходная часть, то есть вне бюджетной источники, это порядка 6 миллионов. Вот как бы так я считаю, что это очень позитивный пример, который надо сохранять и который надо стремиться распространять на другие учреждения культуры. Вот мне осталось непонятным, что будет с СКЦ «Семья», вот с этой его собственной сложившейся жизнью, с его экономикой, после того, как он станет структурным подразделением Дворца молодежи. Сохранятся коллективы, сохранятся люди, или, что называется, все отобрать и поделить. Вот этот же вопрос, собственно и стал основой общественных слушаний, которые проводились в СКЦ «Семья» и на которые будущие, скажем так, хозяева СКЦ оказались не готовы отвечать. И, соответственно, те, кто присутствовал на этом мероприятии, ушли неудовлетворенными, злыми. Как я предполагал, собственно, речь шла о том, что Дворец молодежи входит туда именно площадкой. И так же, как в будущем, он входит площадками в четыре многофункциональных культурных центра, о которых тоже говорится. Что это площадка, где успешные практики, успешные методики или новые методики отрабатываются и, собственно, закрепляются. Чем больше, условно говоря, тема обсуждалась, тем больше становилось понятным, что речь идет не о площадке, а речь идет просто о том, что, условно говоря, управление СКЦ «Семья» и многофункциональным центрами переходит под управление Дворца молодежи. Ну, отсюда, соответственно, дальше встают вопросы относительно того, что будет с судьбой тех, той методической базы, практической базы, кружками, преподавательским составом и какова экономическая составляющая всего этого дела. Потому что при всем уважении к нынешнему руководству Дворца молодежи удержать вот эти позиции 6 миллионов в год, ну, извините, я думаю, что вряд ли они это смогут. Для этого нужно больше быть управленцами, нежели классными креаторами. Михаил, вот Вы в Вашем блоге очень подробно описываете, что происходит сейчас в управлении по делам молодежи и, в частности, взаимоотношения управления с бизнес-инкубатором, с Центром социально-психологической помощи. Вот я тоже процитирую Вас. Вы по факту открыто обвиняете руководителя управления Евгения Крутихина в том, что, цитирую, он отказался поддержать успешные проекты разных организаций, это фестивали Ее Величества, семья и Вятский экономический лагерь, но еще и пытается у этих организаций перехватить методики проведения мероприятий. Я хочу вот спросить Вас вообще, а зачем Вы настолько подробно вот в блоге это все описали и вот эту вот внутреннюю, так скажем, жизнь вынесли в паблик? Ну, в данном случае я не вижу, во-первых, в этом ничего крамольного, это раз. Во-вторых, тех молодых людей, или сейчас уже немолодых людей, которые вышли в свое время из бизнес-инкубатора или Центра социально-психологической помощи в нашем городе превеликое множество, и благодаря им тот же там, предположим, проект Вятский экономический лагерь стал тем, чем он есть, потому что я помню, когда мы начинали, когда у нас были еще там первые ребята, которые, ну, скажем так, были детьми достаточно известных предпринимателей, а сегодня эти предприниматели на протяжении нескольких лет данные проекты поддерживают, потому что они увидели результат. Я считаю, что вот эти люди должны знать, что в настоящий момент происходит, потому что просто взять название или просто взять там методику, этого мало. Тут нужно, условно говоря, темой болеть. Нужно быть вот идейно зараженным тем, с чем это все идет, с чем это едят. А для этого, там, ну, не всегда у тех там ребят, которые были пусть даже в числе организаторов, а сейчас вот они там в рамках дворца молодежи или там управления пытаются там заявиться в качестве руководителей вот этих, ну, слово сворованных, наверное, нехорошо, взятых методик, то есть... Но вы ведь так и пишете, да, что по факту украли мероприятие. Ну, вот, украли, украли очень сложно, потому что здесь нужно, опять же, доказывать, да, что это мероприятие там проводится по той же самой методике, мы с вами понимаем, что доказать это всегда очень сложно, поэтому заимствуем, назовем это так, вот, то есть хорошие ребята, но там не всегда бывают вот идейно зараженные, да, то есть в результате многие там проекты по своему опыту, знаю, погибают, когда ты проект вроде передаешь, и проект успешен, хороший, но люди мыслят по-другому, люди ей не заражены, и проект в конечном итоге сходит на нет. Вот, Миш, у нас осталось с вами две минуты, у меня к вам последний вопрос. Вот что плохого в том, что молодежной политикой в Кировской области будет заниматься один дворец молодежи, то есть, что ею будут заниматься не несколько разных организаций, а она сосредоточится во дворце. Объясните, почему? Все очень просто. Ну, вы представляете вообще сферу интересов молодых людей? Она ведь достаточно обширна. Ну, я боюсь, что я только по себе могу представить. То есть, она достаточно обширна. Кому-то нравится просто разговаривать, кому-то нравится общаться в соцсетях, это один уровень. Кому-то хочется заниматься наукой, физкультурой, спортом, кому-то хочется быть предпринимателем, кому-то не хочется быть предпринимателем, но он хочет быть хорошим рабочим. Спектр достаточно большой. Заняться кому-то одному этим будет в принципе невозможно. Это значит, что мы будем попадать в ситуацию, когда из разных приоритетов мы должны будем выбирать. А это, соответственно, приводит к тому, что качество работы с молодежью с точки зрения интересов и самой молодежи, и общества, и государства, оно будет от этого страдать. Поэтому выход может быть конечно в том, что государство сформулирует свои интересы и будет их реализовывать через дворец молодежи, но я боюсь, что, опять же, дворцу молодежи, находясь в Кирове, очень сложно будет решить эти задачи, потому что, еще раз говорю, у нас основная часть работы все-таки не в Кирове, а в сельской местности. Киров у нас не так подвержен теме миграции молодежи, потому что к нам приезжают молодежь из сел, Киров не так подвержен вопросами, связанными с занятостью молодежи, с трудоустройством, с профессиональным ростом, с поддержкой их с точки зрения семейных, создание семьи, это все проблемы местного уровня, муниципального уровня. Дворец молодежи, если он станет вот именно областным, дай бог, ну, я не, то, что не верю, я не могу просчитать такую возможность. Я считаю, что это невозможно сделать. А какой, Михаил, у вас прогноз развития для этой ситуации? Вот вы сейчас говорите, что вас не слышат, и по большому счету ситуация зашла в тупик. Вот что дальше будет, как вы считаете? Ну, я думаю, что, как бы так, пятнадцатый год у нас пойдет под знаком реорганизации системы органов исполнительной власти, то есть создание новой структуры. Эта новая структура каким-то образом там будет утрясаться, и в конечном итоге после того, как она утрясется, будет понятно, словно говоря, сильная, слабая сторона, и можно будет корректировать и в том числе государственную молодежную политику регионального уровня. Ну, вот на этом я предлагаю закончить. Я напомню, что о молодежной политике мы сегодня разговаривали с вице-спикером УЗС Михаилом Курашиным. Михаил, я благодарю вас за эфир. Жаль, что мы не успели больше тем, но зато очень подробно поговорили про молодежку. Всегда рад, большое спасибо. Да, меня зовут Елия Афанасьева и желаю вам всего доброго и до свидания.